Добрый день, друзья! Достаточно часто нам звонят и в комментариях задают вопрос, кто должен платить кредит в случае смерти заемщика. Сегодня я попытаюсь ответить на этот нестандартный вопрос, о котором так мало что разъясняется среди действующего свода законов. Смерть близкого – это всегда трагедия. А представьте, что к этому еще и прибавляются финансовые проблемы. И эти проблемы связаны с непогашенным долгом умершего перед банком. Согласен, ситуация неоднозначная, но и не такая редкая, чтобы о ней вообще не говорить. И сегодня почти все пользуются потребительскими кредитами. Кто-то берет недвижимость в ипотеку, кто-то автомобиль. И в первую очередь при наступлении такого случая мы рекомендуем обратиться в банк и поставить его в известность. И прежде, чтобы ответить на главный вопрос, я хотел бы отметить, что на самом деле существует очень много нюансов, которые связаны с предметом займа, с видом займа и с условиями заключенного договора банковского займа. И как я уже говорил, займ может быть ипотечным, может быть обеспеченным залогом, может быть с поручителем, а может быть с гарантом. Но в любом случае и положении дел для уведомления вам необходимо первое это написать заявление и приложить туда копию свидетельства о смерти заемщика. Нужно запомнить, что если кредит оформлялся со страховой и потребитель вносил вовремя платежи и взносы по страхованию, то кредит после смерти выплачивает страховая компания. Ну и здесь, друзья, у страховой компании есть особые условия и исключения, на которые стоит обратить внимание. Это такие, как смерть не должна наступить в местах лишения свободы. Она не должна быть связана с экстремальными видами спорта, какими-то онкологическими заболеваниями. В общем, страховой случай будет тогда, когда смерть наступила внезапно. Здесь нельзя сделать однозначный вывод, потому как все зависит от условий выданного потребительского займа. Но, как показывает практика, такие кредиты не выплачиваются. И хотел бы остановиться на отдельно взятых недобросовестных сотрудников банка, которые возлагают погашение кредита на родственников умершего, дабы не лишить банка своей прибыли. Я считаю, что это недопустимо, а вы должны знать свои права. Отдельного внимания заслуживают ипотечные займы, и займы, и кредиты, которые обеспечены залогом. Здесь важно понимать важную вещь. Если залог вам дорог, то кредит будут оплачивать наследник, либо наследники. Это регламентировано положениями статьи 1040 Гражданского кодекса Республики Казахстан. В ином случае, когда залог не нужен, то банк обратит на него взыскание, и погашение кредита произойдет в счет его реализации. Отдельно бы хотел остановиться еще и по проблемным кредитам, когда задолженность находится уже у судебного исполнителя. Согласно подпункта 3 пункта 1 статьи 47 Закона Республики Казахстана об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, исполнительное производство прекращается, если после смерти гражданина, являвшегося должником, установленные решением требования или обязанности, не могут перейти к правоприемнику умершего лица. Одновременно с прекращением исполнительного производства подлежат отменные все меры принудительного исполнения. Это означает, друзья, что любое дело, которое находится у судебного исполнителя, прекращается с момента наступления смерти. И это происходит в том случае, если задолженность не перешла к другому лицу на основании какого-либо документа, наследства, либо какого-нибудь решения. Поэтому, друзья, знайте закон, меняйте сознание. И помните, что диктатура закона – это всегда высокие стандарты защиты прав. На этом мы с вами прощаемся. Не забудьте подписаться на этот канал. Здесь еще будет очень много правовых новостей. Делитесь этим видео. Возможно, эта информация будет для кого-то полезной. Всем удачи. Всем пока.